В 32 главе мы находимся, на 13 стихе, и сначала, продолжая заявленную в прошлый раз тему страданий вот этих вот женщин, которые были абсолютно уверены в себе, такие сильные, чуть не сказал феминистки, уверенные в своем статусе, положении, в своих силах женщины, они считали, что как в Северном царстве, так и в Южном, к ним никакая неприятность не придет, ничего с ними не будет. Они вот так вот и будут, вот эти вот высокопоставленные жены чиновников, кататься как сыр в масле. Но нет, произошли большие неприятности, и описание этих неприятностей, вот это несколько, два последующих стиха 13 и 14, Как обычно пророк Ишаяу очень красиво, сложно высказывает, метафорически высказывает вот эту, показывает картину опустения, запустения страшного состояния Святой Земли, И когда на том месте, где когда-то кипела жизнь, где было веселье, где люди были счастливы, где было полно людей, воцарится абсолютное вот это вот состояние пустоты и разрушений. По суке Гиммелу это написано, видите, Аль Адама на земле Ами, народа моего, на земле народа моего. Если именно Адама, слово, то есть не Эрес, Эрес это очень часто земля в смысле страна, а здесь именно Адама, то есть почва, то есть та почва, из которой должны расти прекрасные плоды, причем, почему она называется Адмат Амиль, почва народа моего, потому что тогда, когда еврейский народ сидит на Святой Земле, он прям обязан извлекать из Святой Земли прекрасные плоды. Мы с вами знаем, что тогда, когда евреев нет на Святой Земле, как бы ни старались люди, которые там находятся, ничего у них не выходит, не выходит у них возделывать нашу Святую Землю и извлекать из нее какой-то толк. Только еврейский народ способен извлекать из Святой Земли замечательные плоды. Но бывает так, что даже в момент пребывания евреев земля перестает плодоносить, это из-за того, что евреи ведут себя ужасно, не дай Бог, не про нас будет сказано. Котс, Шамир, Таале. То есть, говорит, как здесь ваши объясняют, это место, это колючки и паутина, всякие знаки запустения поднимутся на этой почве. То есть, ничего хорошего, кроме колючек, того, что человеку в пищу совершенно непригодно, не будет вырастать на Святой Земле, ки-иба, аль-коль, на все ботей, масос, домах веселья, кирия ализа, столицы веселой. То есть, вот эта прекрасная, веселая столица, замечательное место, место, где евреи, вы знаете, во время праздников, в особенности, когда они приходили в Иерушалае, они там чуть ли не бодрствовали, там, 7 суток, чуть-чуть кемарили буквально на плечах друг у друга, и продолжали веселиться, выпивали, танцевали, в Суккот, в особенности, да, как это описано в Талмоне, да. Вот это место, место притяжения всего мира, Иерушалай, оно превращается в абсолютно полное, такое вот, разрушенное, запущенное место, в помойку такую, ничего позитивного, хорошего, нет, ничего не растет. И дальше 14 стих говорит, ки армон, потому что дворец, ну, есть мнение, что в данном случае армон, дворец, это такое переносное название для храма, нуташ, брошен, гамон, ир, многочисленный город, узав, оставлен, офель, вавахан, то есть твердыни и крепости, замки и крепости, айя, становятся, делаются чем? Бе ад меарот, чем-то похожим на пещеры, то есть эти замки и крепости превращаются в пещеры, сейчас объясним каким образом, ад улам, до вечности, до конца истории, так сказать, до избавления, месос пераим, весельем диких ослов, мир э, одарим, пастбищем для стан. Ну, в принципе, когда речь идет про кого-то другого, когда речь идет про какую-то далекую историю, нам с вами, когда мы читаем эти страшные строки, в общем-то, не становится страшно, потому что мы с вами философски относимся к истории человечества, мы понимаем, что один период сменяют, другой период благоденствия и счастья обязательно сменяются периодом запустения и разрухи, и потом опять на том месте, где раньше была разруха и запустение, снова что-то строится, об этом тоже сейчас будет разговор, что эти вот запущенные, ужасные, разрушенные места снова будут отстроены, снова придут порядок, но тогда, когда речь идет про нас лично, вот здесь у нас философский взгляд закачивается, потому что люди периодически, в особенности тогда, когда уже ты едешь с ярмарки, то есть не тогда, когда ты еще молодой совершенно, и тебе кажется, что вот эти вот люди, вот эти люди, вот они уже почти старики, им там уже за сорок, думаешь, ты в молодости, что-то, 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 у тебя еще все начинается, понятно, что во время молодости люди не задумываются о таких вещах, как правило, а вот когда уже в другую сторону ты едешь, не в горку, а с горки уже, когда ты уже спускаешься в направлении тех серьезных мероприятий, которые у нас проходили сегодня в синагоге, а сегодня у нас в синагоге был съезд гробовщиков, ну, в самом лучшем, кошерном смысле этого слова, хевракадиша, лидеры этой важнейшей еврейской организации, вы понимаете, что это совершенно необходимая еврейская организация, уж какая, какая, а это точно необходимо, то есть человек может, например, не ходить в синагогу, ну, по каким-то принципиальным причинам, например, этой синагоге можно не устраивать уровню своей кошерности, или уровню своей некошерности, наоборот, синагогу может не устраивать, человек, он может молиться дома, он может вообще никуда не ходить, но на кладбище не попасть, ему никак не удастся. То есть туда, на это постоянное место жительства, как оно называется, в Толмуде, человек обязательно попадет, так вот, когда уже дело идет к постоянному месту жительства, когда речь идет уже о том, что человек задумывается о кладбище, и о том, что ему, в общем-то, оно светит, мягко говоря, грубо выражаясь, он начинает думать о том, что будет после меня. Начинает задаваться таким дурацким вопросом. Кто такой вопрос задает? Многие люди. Потому что, казалось бы, какое дело? Что будет? Ну, да. То же самое. Нас закопают. Будут наши внуки, потом прав... То есть как будто бы понятно, что будет. Но! Этот вопрос часто задается, знаете, не на интеллектуальном уровне, а на эмоциональном. То есть ты видишь, что вот дома стоят, деревья, дороги, мощеные. Все вот это останется. Оно все будет функционировать. То есть машины будут продолжать ехать по нашей улице туда, сюда, туда, сюда. А мы с вами в этом пейзаже... Доездились. Да. Уже не будем принимать никакого участия. Все. То есть как все? А вот вообще. То есть нас совсем вообще там не будет. А как же так? Как же без меня-то? Без меня-то вообще всего этого как бы и нет. Я же это все вижу своими глазами. А стоит мне закрыть глаза, так это все пропадает. Оказывается, что когда я закрываю глаза, оно все равно остается. Понимаете? Оно продолжает функционировать. Ну, на интеллектуальном уровне все это понимают. Все относятся философски. Ну, дорого лех, дорого бац, а Соломон сказал, поколение приходит, поколение уходит. И вот так спокойненько поколение приходит. А когда это про нас, то это вот спокойненько заканчивается. И вот здесь тоже вот этот вот момент, о котором говорит пророк Ишаяу, он должен был быть, конечно, воспринят абсолютно лично теми людьми, с которыми он разговаривал. Потому что при пророке Ишаяу Ирушалай, естественно, продолжал быть центром веселья. Храм стоял, все было в полном порядке, он функционировал. Конечно, там периодически, одна эпоха, другая эпоха, там были всякие ужасные цари, которые пытались всю работу храма или приостановить, или извратить как-то, им удавалось это извратить. Но, в принципе, все равно праздники происходили, люди на праздники приходили, то есть Иерусалим все равно был столицей, все равно был центром притяжения, тем самым пупом земли, о котором мы все время говорим. То есть Иерушалаем был в полном порядке. И пророк Ишаяу говорит, вот это вот самое место, которое вот на Суккот сейчас вот, шалаши стоят, люди там бегают из шалаша в шалаш, слышатся крики там, лихаем, все выпивают, все радуются, все танцуют, поют, весь город поет еврейские песни. На самом деле это потрясающее ощущение, когда вы проводите, например, праздник Суккот, где-нибудь в большом-большом-большом еврейском районе, в большом еврейском городе где-нибудь, да. Это же невероятно, вы идете по улице, и вы слышите такую невероятную, паразитную какофонию, да, то есть такой шум удивительный музыкальный со всех сторон. В этой суке поют это, в той суке поют другую песню, в каждой суке поют свою песню, и это все, вот этот гул, а все, ведь еврейские песни, еврейская музыка, она сливается в единый такой вот шум невероятный. Вот это самое место, говорит пророк Ишайя, оно будет радостью не для вас, а для диких ослов и пастбищем для стад того недобитого скота, который еще в этой стране останется, и он уже одичает к этому времени, потому что всех выгонят из этой страны. Так вот, то место, где вот сейчас вы находитесь, оно будет в таком состоянии. И это, конечно, очень сильный момент, потому что говорить о крепостях, о замках, значит, о местах, где кипела жизнь, где была куча людей, укрепленные города. И люди, которые в этих городах живут, они представляют, что на том месте, где они сейчас проводят свой досуг, где они живут и работают, в этом месте будут ослы ходить, дикие. Это производит страшное впечатление на человека, потому что ты все-таки надеешься, что хотя бы, ну, если не навсегда, но после тебя, когда ты уйдешь, останутся твои дети, останутся внуки, они как бы будут продолжать. А тебе говорят, вместо твоих внуков здесь ослы будут гулять. А мои внуки как же? А твоих внуков в цепях уведут в изгнание. И это, конечно, чудовищная информация. Хотя, конечно, человек может себе сказать, как некоторые евреи в разные эпохи говорили, а что мне какое дело до моих внуков? Я уже буду в своей земле лежать, меня уже закопают то, что моих внуков в моем возрасте. Например, счастливый человек, который там был. Да, закуют, в цепи уведут. Я хочу сказать, что счастливый человек. Да, да, есть так. Но это, к сожалению, или к счастью, наверное, все-таки к счастью редкое явление, чтобы человек вообще не беспокоился о своих потомках. Конечно, мы переживаем. Потому что у всех своя дорога. Мы понимаем, что это люди, которые являются нашим продолжением. Так же, как мы являемся продолжением наших предков. И мы представляемся, что наши предки были бы довольны, если бы они узнали, что мы живем не в каких-то ужасных условиях, не под коммунизмом каким-нибудь, под которым они жили, например. Что мы живем, слава Богу, в свободной стране и имеем возможность, так сказать, практиковать иудаизм. И им было бы хорошо. Наверное, им и есть хорошо там, где они находятся, в лучшем мире, нашим предкам. Если они знают, они такие, да, скорее всего, знают, что их потомки в более-менее нормальном состоянии. Но мы-то что? Для нас это, конечно, тяжелейшая информация, если что-то нам скажут про наших каких-нибудь правил. И вот это то, что он говорит. И дальше знаменитый 15 стих, который говорит, что это все будет продолжаться до определенного момента. До момента восстановления. И вот момент восстановления, он тут очень интересно описывает. Вообще, фраза, которая начинается в 15 стих, это афоризм. Это знаменитый афоризм, который во многих еврейских книгах после пророка Ишаяу употребляется, когда речь идет о том, что «как же нам плохо!» «Как же нам мерзопакостно и отвратительно!» И это будет продолжаться до тех пор, пока, послух Т2, «Ан» до того, «Еаре» будет излит, вылит, «Алейну» на нас, «Руах» дух, «Нимаром» с высот. То есть, все это будет продолжаться до тех пор, пока Всевышний не изольет, не выльет на нас дух с высот. Выражение это означает, что пока Всевышний не даст нам некие, так сказать, духовные силы особенные, и пока мир не будет исправлен, это все будет продолжаться. Но выражение очень любопытное. Изливание духа с высот. Что это вообще такое? Слово «руах» мы с вами говорили, именно «руах». Это термин, обозначающий срединое звено, то есть некую целую центральную точку человеческой личности, которая соединяет его высочайшие интересы и потребности с его низкими интересами и потребностями. Потому что вы понимаете, что внутри одного человека существует как бы два разнонаправленных явления. С одной стороны, ему хочется постоянно в сторону чего-то не очень кошерного, не очень духовного. И даже пусть оно кошерное, оно все равно может быть совершенно бездумно. Пожрать, попить, интимные отношения. Ну, допустим, даже с собственной женой ничего такого противозаконного в этом нет, но его тянет в сторону материи, в сторону материального. С одной стороны. С другой стороны, у него есть высшие предназначения, высшие идеи, цели в жизни. И вот тоже как бы, будучи, так сказать, образованным, цивилизованным человеком, он, конечно, именно такой, его тоже к этому тянет. И вот как этот лебедь, рак и щука, то есть одни тянут в одну сторону, так сказать, щука тянет, понимаете, в пучину вод, вот, а лебедь он тянет в небеса, понимаете, так и как вот в ось и ныне там, как сказал Иван Андреевич. Так чтобы этого не было, чтобы осуществлялось какое-то движение, в какую-то сторону, или движение временами в пучину, то есть временами вниз, временами к материальному, если надо, да, временами движения к высшему, что вообще куда-то двигаться, но существует понятие рух, вот этот вот центральный элемент духа. Это некий регулятор, как мы говорим, который не позволяет человеку вообще разорваться на части, то есть на часть, которая стремится к земле, и на часть, которая стремится к небу. То есть чтобы человек представлял собой целостную личность и гармонизировал свои разнонаправленные желания, то есть чтобы представлять собой некую гармоничную личность, несмотря на то, что тебя тянет, тянет то сюда, то туда. Так вот говорит пророк Ишайя, что именно этот самый лох, он должен быть излит, дарован свыше человеку. Вот это ощущение гармонии. Когда я понимаю, сколько нужно вешать, сколько отрезать колбасы, и сколько дать духовности, сколько подпустить материи, сколько подпустить высших интересов. Вот как гармонизировать эти вещи? Вот этот момент гармонии, он может быть дарован человеку только свыше. На самом деле идеальное понимание баланса между материей и духом самим человеком практически недостижим. То есть, ну, очень праведные, высокоправедные люди, они подходят вплотную к этому совершенству, но сказать, что абсолютно идеальное совершенство достижимо самим человеком, наверное, невозможно. Это и аре меморома, это будет излита свыше. То есть, в момент исправления мира, Творец дает человеку какое-то понимание, сколько должно быть этого, и сколько должно быть того. И как эти два разноправленных явления должны сосуществовать в мире. Так вот об этом разговоре. Вегая и будет. Мидбар ла карме. Пустыня превращается в кармель. Вообще, слово кармель, это очень известное израильское слово. Вы понимаете, что кармель, это и место в Израиле, и это и сорт вин, очень известный в Израиле кармель. Что это вообще такое кармель? Кармель, это вообще составное слово. Такого слова нет. То есть, оно есть, оно появилось из двух. Кар-малэ. Кар, это как бы зерно, а малэ, это полное, наполненное зерно. То есть, имеется в виду классный урожай, высококачественный урожай зерна. И с определенного момента, словом кармель, как раз называется место, где растет прекрасный урожай, сады и огороды. А огороды, короче говоря. Так вот пустыня превращается в этот самый кармель. Так, вехармель, а вот эти сады и огороды, лаяр ехаше, лесом будут считаться. Что значит они будут считаться лесом? Это очень странное выражение. То есть, не совсем понятно, чем лес лучше, чем сады и огороды. Объясняют здесь аллегорически, что будут полны людей эти места, так как лес полон деревьев. То есть, лес это некая метафора полноты, наполненности всего. Что так же, как лесу полно всего, деревьев, трав, всего-всего-всего, так, значит, внутри святой земли будет постоянно бесконечное количество людей. То есть, вот этот период, когда в том же самом Иерусалиме будут бродить дикие ослы, он опять сменяется периодом. Когда в Иерусалиме будут зажигать на праздники, будут ходить из суки в суку. То так, то сяк. То дикие ослы, то евреи. То опять дикие ослы, то опять евреи. То есть, это вот обычное состояние для святой земли, к сожалению. И вот так это работает. И сейчас очень любопытные два стиха, касающиеся цдаки. Слово цдака, как вы понимаете, означает пожертву. То есть, когда бедным дают деньги. Говорит по сути цзань. Вешаха и прибудет, будет пребывать. Бамидбар в пустыне мишпад. Суд. В пустыне суд. Кого в пустыне судить? Сейчас разберемся. Уцдака, а пожертвование. Бакармель, в этом кармеле, то есть, в этом замечательном урожайном месте, там, в засады и огороды, тэшэф, поселец. То есть, в пустыне будет пребывать суд, а в месте, где сады и огороды, там поселится цдака, пожертв. О чем идет разговор? Ну, по-простому говоря, как объясняет это дело здесь Магрин, дает такой более-менее общий шат, общий смысл этого места, говорит, что Мидбар в пустыне называется Ярушалаем, потому что он только что был назван так. То есть, вместо Иерусалима тебе будет пустыня. А сейчас вот эта пустыня, она обретает суд. Это очень важный момент, это то, что называется Беннадомли Хавлеро, между человеком и человеком. То есть, суд это то, что необходимо в отношении к между людьми. Это горизонтальный план. То есть, в Иерусалиме, прежде всего, нужно установить правосудие, то есть, нужно разобраться в отношении к между людьми, прежде всего, а потом цдака, то есть, пожертвование, или можно переводить еще слово цедек, справедливость или праведность даже, как это переводит здесь Мальбем, она будет пребывать в этих садах и огородах. Что это такое? Зачем нужна справедливость и праведность в садах и огородах? Оказывается, здесь есть момент, связанный со взаимоотношениями между человеком и Богом, то есть, вертикальная вещь. А в чем взаимоотношение человека с Богом на святой земле? Выражается? В урожае оказывается. Дождик идет, все растет, цветет и пахнет. Вот это означает, что Творец благоволит к святой земле, хотя бы до какой-то степени. Потому что главный знак того, что, еще раз приветствую Рафаэль, главный знак на святой земле, того, что Бог отворачивается от народа, это когда не растут плоды. То есть, как только начинаются проблемы, неурожайные годы, начинается вот этот вот перебой с дождем, то же бывает у нас, и мы об этом молимся, это прямой знак того, что отношения испорчены. Значит, что получается в этом просто кейс пророка Ишнена? Ровно то, что на самом деле, где это написано, в главе Трума, Клиакар, один из наших великих комментаторов, объясняет. Он говорит, что надо всю Тору видеть с точки зрения хронологии очень хорошо. Потому что это очень сложно. Тора не написано хронологично. Потому что постоянно перескакивает, так сказать, рассказчик из одной истории в другую. Например, мы с вами знаем, например, глава Ятро про тестья Моше. Начинается, что тесть Моше приходит в гости к Моше. И это происходит, ну, во всяком случае, так учит Раша. Это происходит еще до дарования Тору. Потом, сразу, буквально, стык в стык, во имя Макараты, было на завтра. Во имя Моше, лишь вот это там, сел Моше судить народ. Какое завтра? Это Раша объясняет, что это было после емки Пору. То есть, это прошло еще несколько месяцев, и через несколько, после золотого тельца, после емки Пора, Моше сел судить народ. Значит, а что там еще происходило после емки Пора? То есть, надо все время помнить все места Торы, которые в разных местах, на самом деле, написаны, касающиеся одного и того же периода времени. То есть, в главе Ятро написано, что Моше сел судить народ. А в главе Трума потом написано, что Моше сел не судить народ, а собирать денежки. Что он сказал евреям? Сдавайте на строительство храма. Так что он сел делать? Судить народ или собирать деньги? Говорит, что он сначала сел судить народ и только потом пошел собирать деньги на храм. Почему? Потому что сначала надо разобраться с горизонталью, а потом заниматься вертикалью. То есть, сначала нужно разобраться с евреями, чтобы между евреями, не дай Бог, не было никаких размолвок, скандалов, ссор, денежных претензий. Поэтому он сел судить народ перед тем, как собирать деньги на храм. Потому что если народ не находится в единстве, если внутри народа склоки неприятностей, то храм такой, то есть храм, который строят люди, смотрящие друг на друга с ненавистью, не то чтобы прям совсем никому не нужен, но это храм с большими проблемами. И нам такой проблематичный храм не нужен был тогда, и поэтому Моше сначала сел все эти конфликты разбирать, всех евреев друг с другом милить, и только после этого строить. То, что точно говорит здесь пророк Ишаял. Он сначала говорит, что Вешахан в Амидбар Мишпад, что будет пребывать в пустыне суд, то есть, когда эта пустыня, то есть Иерусалим, будет обратно отстраиваться, сначала нужно будет сделать так же, чтобы евреи прекратили друг на друга наезжать. То есть, сначала суд, сначала нужно будет судить народ, как Мишра делал, а потом уже сады и огороды продемонстрируют праведность еврейского народа. Каким образом? Они будут свести и пахнуть. То есть, сначала вы, дорогие евреи, разбираетесь друг с другом, налаживаете горизонтально взаимоотношения между людьми, после этого вы будете иметь удовольствие кушать прекрасные урожаи. Никак не наоборот. То есть, сначала ты делаешь все, что касается твоих взаимоотношений с людьми, и потом Творец тебе дает и дождь, и урожай, и у тебя все будет. Вот это вот то, что здесь написано, простая идея, которую приводит пророк Ишайев. Дальше начинается сложность. Тонкость очень в 17 стихе большая написана. Очень странная вещь. Две почти одинаковых фразы. Вегая и будет маасе от сдака. Дело пожертвования, дело от сдаки. Шалом миром. Ве авудат от сдака. А работа пожертвования. Ашкет ваведах спокойствием и уверенностью от улам. До века. То есть, навсегда. Еще одно. Значит, дело пожертвования, то есть, когда человек делает пожертвования, это приводит к миру. Шалом. А работа пожертвования, авуда, она, она, видите ли, приводит к спокойствию и уверенности навсегда. Ну, понятно, что шалом просто мир. Это хорошо, но уверенность и спокойствие навсегда это лучше. Поэтому мы видим, как бы, что маасе с сдака делает с сдакой, делать пожертвования. И работать с пожертвованием. Это разный уровень. То есть, делать это еще только приводит к миру, а работать это приводит к спокойствию и уверенности. Что такое делать с сдакой и работать с сдакой? Любопытную вещь, значит, здесь пишет Талмуд в трактате Баоба-Батра в первой главе. Я уже не стал тащить этот трактат, потому что у нас с Баоба-Камой будут проблемы на эту тему. Но еще очень интересный момент. Вообще, в трактате Баоба-Батра в начале там есть большой отрывок про дздаку. И там говорится так. Гадоль ме асеминаусе. Более велик тот человек, который как бы инициирует дело, чем тот, который делает. О чем разговор? Разговор о двух людях. Один вынимает из еврея дздаку. То есть, инициирует, чтобы тот дал деньги. Объясняет ему, как важно дать деньги. Сам не дает. Сам ничего. Зачем ему давать? Если он так здорово умеет пудрить мозги. Так ему самому давать не надо. Он приходит к другим людям, состоятельным, и начинает им вкручивать вот это вот. И те, значит, в итоге открывают кошельки. Это на самом деле, вы знаете, вот этот ме асе, этот инициатор дздаки, это очень редкий и особенный талант. Нам кажется, что вот эти шнореры, они называются, на эти шноры, да, человек, который ходит и везде всех выпрашивает. Что они, что имя им легион, же это туча, это толпа людей, которые постоянно приезжают, то в Нью-Йорк, в Балтимор, в Филадельфию, в Атланту, они везде ходят и везде собираются. ходят, но они бедные. Они в том числе может быть тоже и бедные. Это вполне возможно. Шноры, в принципе, это если бы он собирал для себя. Нет, смотри, мы же не говорим, что он собирает для себя. Ну, я конечно, что шноры обычно, когда он... Да, 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 но сейчас они часто собирают и для себя тоже, то есть они приезжают на операцию для кого-то там, для своих родственников, я не знаю что, да? Для кого-то. Ну, в том числе, может быть, для родственников, для своих. Но так или иначе, эти сборщики пожертвований это не всегда успешные и талантливые люди. Людей, которые, вот евреев, религиозных, которые умеют раскручивать богатых евреев на деньги, их на самом деле можно не то, чтобы пересчитать по пальцам, но это не толпа. Это особенный, особенный талант. Потому что, вы же понимаете, что любой еврей, как только он видит боковым зрением человека, который не просто точно пришел собирать деньги, который, может быть, похож на того, который собирает деньги, он уже испытывает негативные эмоции. Но опять сейчас пристанут, опять будут из тебя... То есть, это страшно тяжело подойти к человеку с правильной стороны, так, чтобы его от тебя током вот так вот не отбивало, и чтобы он в итоге действительно дал. И не два доллара, а три, пять, десять, сто тысяч. Да? То есть, для того, чтобы уметь вот это вот выцыганивать, причем на святое дело, допустим, это великое искусство. Поэтому там он говорит, что вот эти инициаторы, они важнее, чем те, которые реально дают такую. Потому что, если бы не эти профессионалы, если бы не эти талантливые люди, может быть, огромное количество евреев просто бы ничего никому не давало и не дало. То есть, может быть, эти люди, которые могли бы помочь и синагогам, и общинам, и бедным евреям, другим, они бы сидели на своих деньгах и тратили бы их на всякую ерунду. На какую-то там четвертую машину в парк машин своих купить, на какое-то очередное двадцать пятое путешествие на Мальдивы, на которых он уже все видел, и вот здесь уже эти Мальдивы сидят. Он опять туда едет, ну что, деньги-то надо куда-то девать, да? То есть, если бы не эти люди, которые собирают, которые инициируют, может быть, это все бы вообще бы ничего не произошло. Так вот это, оказывается, учится отсюда. Написано, что не сама цдака, а маасе, делание цдаки. То есть, люди, которые делают эту цдаку, они приводят шалон. А те, которые работают на этой цдаку, то есть, не просто инициируют, они проводят долгую работу. Работа эта история не короткая, понимаете? Это долгий процесс. Это означает, что ты сначала пришел, познакомился с человеком. Вообще даже ничего. Ты понимаешь, что ты с первого раза, допустим, начнешь у этого богатого еврея что-то просить, он ничего не даст. Значит, ты с ним просто подружился. Ты ему что-то интересное рассказал. Ты у него спросил, что ему нужно. с этого же начинается все. Ему нужно, допустим, какую-то специальную молитву прочитать про род. А вы знаете все даты смерти своих предков, своей бабушки и дедушки, своего папы и мамы? Вы знаете? Ой, вы знаете, я когда-то знал эти еврейские даты, я их забыл. Сейчас мы с вами все посмотрим, запишем, и на эти йорцы-то я вам буду все организовать. Потом, как мы с вами говорили, он едет на какую-нибудь далекую могилу, где похоронен его дедушка. Вы знаете, я совершенно случайно сейчас попал, стою над могилой вашего дедушки, она такая запущенная. Знаете, я тут, у меня есть буквально несколько часов времени, я немножечко тут приберу, приведу в порядок, потому что мы с вами как раз говорили о памяти предков, это очень важно. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Сделал ему то же. Потом, через некоторое время, как будто совершенно не в связи с этим, он приезжает к нему или где-то с ним, типа случайно встречается. Это очень важно, чтобы это типа случайно, не то, что ты специально к нему пришел, знаешь, а сейчас долг платежом крат. Нет, это не профессионально. Совершенно случайно сталкиваешься с ним в синагоге, и может быть, он просто слышит твой телефонный разговор с кем-то. И ты во время этого телефонного разговора говоришь, что вот сейчас нужно помочь какой-то общине синагоге, как раз вот не хватает на какое-то вот такое благодие, а тот буквально за спиной у тебя стоит. Ты его даже не видишь. Вот это вот все, все эти технологии раскручивания людей на деньги, они приводят в итоге тому, что эти деньги даются, и это называется авода, служение, труд, тяжелая работа ради здаки. То есть есть, которые инициируют здако, есть, которые тяжело работают ради. И в итоге они ее добывают. Конечно, и мне, как человеку, который не занимается, так сказать, такого рода деятельностью, и вам, и любым евреям, немножко тяжело слышать, скажем, когда говорят, что вот эти собиратели-здаки, они берут какую-то часть себе. И есть некоторые, которые говорят, что они берут себе большую часть. то есть не даже 20, и не даже 40 процентов, например, некоторые берут. Но понятно, что базируются они на простой арифметике. Если я сейчас не буду это делать, ты не получишь ничего в своей синагонии. Ты не получишь ничего в своей общине. А если я сейчас буду это делать, ты получишь 60 процентов от того, что я собрал. Ну, или 50 процентов от того, что я собрал. А сколько я собрал, кто знает. Да, то есть, это звучит нехорошо. То есть, мы понимаем, что получается, что этот человек во многом работает не для чего-то высшего, а для себя. В принципе, были люди, которые этого не делали. Которые себе ничего не брали. Были величайшие, например, хасидские раввины, которые аккумулировали у себя деньги, жили очень скромно, очень бедно. У них были колоссальные средства. Прямо вот они на них сидели на этих деньгах. И они их распределяли для бедных евреев, помогали. То есть, ну, в принципе, все эти люди, они делают очень важную вещь. Потому что мы должны понимать, что просто так ждать от нас с вами, что мы сами предложим деньги еврейским организациям, можно очень долго. Поэтому нужны все-таки люди, которые это как-то инициируют. И вот это вот, то, что здесь написано, масса цдака, деяния цдаки, работа над цдакой, она вот приводит к большому благословению. И дальше говорит по сути 18-й, «Яшав аминь, и поселится народ мой». Обратно, да, сначала там жил мой народ, потом там ходили дикие всякие ослы, и вообще было полное запустение, потом опять поселится. То есть, это первый храм, потом между первым и вторым храмом полное запустение, потом второй храм. Так, поселится мой народ, в жилище мира. Ну, в данном случае, «Неве шалом», как Мальмам объясняет, «Неве» — это место для скота. То есть, будет специальное место, где будут жить животные, то есть, где будут жить скот. То есть, они не будут бродить по тем дворцам, где раньше жили люди. Они будут иметь свое место, мирное место. «Уэ мишкенот мефтахим» в жилищах уверенных. То есть, есть люди, которые любят жить в городах. За крепкими стенами. Урбанисты такие. Любитель настоящего городского образа жизни. «Увэ мэнухот шаанэнот» и «В местах отдыха приятных». То есть, это люди, как объясняет Мальмам, которые не любят жить в городах, а любят жить в таких, знаете, тихих, спокойных, чуть ли не, сказал забытых Богом, в данном случае, как раз, не забытых Богом, приятных местах, где нету шума, где нету гари, отвратительных запахов этих городских. Ну и, в принципе, вы знаете, также один человек может в течение жизни поменять свои приоритеты, может первую часть своей жизни жить в городах, в городе, в каком-нибудь, где сумасшедший вид, потому что пока молодой, ты бегаешь, носишься как сумасшедший. А потом, к определенному возрасту, ты начинаешь перемещаться от этих вот уверенных жилищ, от этих страшных, переполненных липий городов, в места, где абсолютно тихо, как Мальмам здесь это объясняет, что даже вообще не слышно никакого звука. Есть такие городки маленькие, в которых ты вот приезжаешь туда, ты выходишь из машины, такой впечатляешься, приехал чуть ли не на кладбище. Вы не говорите, как там. Дан будет. Ну полная тишина. Никто, ничего, никакой беготни, никакого движения, полная тишина. Ну, мы еще раз объясняем нашим уважаемым зрителям, что у нас в синагоге прошло очень такое яркое мероприятие сегодня, сбор всех гробовщиков нашего города, кошерных гробовщиков, которые занимаются похоронами. И как раз, когда мы говорим сейчас об очень тихих местах проживания, мы, естественно, не хотим сказать, что речь идет о настоящих кладбищевских условиях жизни. О ла-ла-ба. Да, о ла-ла-ба, будущий мир. Там, действительно, все очень тихо и спокойно, на кладбище все спокойненько, как известно, из известного произведения. Мы говорим о местах, где люди живут. Живут спокойно, тихо. Ну, вот как мы, например, с вами, если гуляем пешком, мы любим гулять пешком по нашему району, мы идем пешком по нашему району, например, в середине дня ты идешь, такое впечатление, что в этих домах просто никто не живет, ничего не происходит. то есть по внутренним улицам, внутренним переулкам, если не по большим улицам, полная тишина. И это настраивает на очень возвышенное и приятное состояние, да, человека. Потому что в этих безумных городских условиях, в этой гае, в этом шуме, в этой беготне, понятно, что и нервы портятся, и все. А вот в нашем месте, где мы любим находиться, в тишине и в покое, совершенно другое ощущение жизни. Говорит пророк Ишая, что все условия будут предоставлены евреям на святой земле во времена второго храма. Будут города вроде Ирушалайма, где безумно все время все бегают, и шумы, и дрязги, и все, 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 жизнь кипит. И будут места, где где-то на ошибе, спокойно, какой-нибудь Ишур, абсолютная тишина, покои, где евреи могут поселиться. Ну и вот буквально последние два стиха этой главы, еще очень важный момент, «Уварад бередет аяр», и град будет спускаться на лес. То есть, когда будут какие-то вредные, неприятные для человека атмосферные явления, это будет все не на головы евреям сыпаться, а, допустим, этот град будет проливаться на лесополосу, там, где людей. Это очень, кстати, важный момент. То есть, когда происходят какие-то неприятные природные явления, если мы видим, что они не наносят никакого ущерба людям, то есть, происходит какая-то буря, какой-то страшный ливень. Но это происходит не там, где люди живут, а, например, рядом с этим местом. Там вот гроза вся выливается, страшный, а здесь какой-то такой интеллигентный дождик небольшой. Это хороший знак. И особенность это хороший знак для Святой Земли, что неприятные явления природы происходят не там, где живут люди, а в местах, где никого нет. Об этом сейчас все время говорят, все время об этом говорят, когда речь идет про бомбардировки Святой Земли, что ракеты-то летят и падают, но в подавляющем большинстве случаев они почему-то падают там, где никого нет. Сегодня в Тель-Авиве две ракеты. Там, где кто-то есть? В Тель-Авиве, я не знаю. Одну сбили, одна на пустыре. О, вот это вот очень важный момент, что они-то все время целятся не в пустыри, они же не полные идиоты. То есть, может быть, их интеллектуальные способности несравнимы с новыми лисками лауреатами. Это безусловно. Да, но они же нравятся попасть в нас. Они в пустой имя. Им деньги, на что дают деньги? Вот эти все арабские шейхи, вот эти нефтяные деньги, на что это все идиот? Это же идет на то, чтобы попасть нам по башке, а не для того, чтобы разбрасывать... Но евреи стреляют в пустыри, чтобы это самое... Это другое дело. Когда ты специально стреляешь в этот... Но они-то хотят попасть нам по башке, им на это выделяются ресурсы финансовые. Потому что, чтобы бомбардировать евреев, а не просто так бросаться ракетами, неизвестно куда. Так они падают в пустое место. Это очень важный знак. Несмотря на то, что на Святой Земле, как вы знаете, очень часто там сейчас происходит совершенно невероятное явление, и неприятные вещи, и люди ругаются друг с другом, всякие такие, да? Но! Поскольку там очень много праведных людей, очень много Тора изучаются в этом месте, да? Все-таки мы видим, что гармония мира на Святой Земле более или менее функционирует пока. И вот эти все выстрелы, они, ну, если посчитать за все эти годы последние, сколько раз они промахнулись, это становится уже похожим на чудо. То есть они прям вот упорно не попадают. Как будто специально стреляют в молоко. Это, так сказать, такой момент очень... Не попадают тоже. Но это система купола еще... Это тоже важный момент. Это тоже важный момент, что тогда, когда оно летит в правильную сторону, это еще есть возможность... Янки купола. Они были такой известный автор. Так вот, мы говорим о том, что здесь град должен падать на лес. Это знак того, что там евреям хорошо относятся. Дворец относится хорошо. Ува шифла тишпаль аир. И, значит, в том месте, значит, где сейчас евреи находятся в униженном состоянии, находятся в состоянии, где их постоянно считают людьми второго сорта. То есть в Персии, я объясняю здесь, в Раши, в Вавилоне, в Персии, в местах изгнания, вот там, наоборот, будет запустение. То есть там у них будет неприятно. То есть Вавилон будет разрушен, Вавилон будет запущенным местом, разрушенным местом, а евреев будет все обратно восстановлен. Важный такой момент. И, наконец, пасук про быков. Вот совершенно неожиданная вещь. Пасук. Хаб ашерей хэм. Счастливы вы. Зорей те, кто сеют аль коль май. На всех водах. Кто такие, кто сеет на всех водах? Это очень важный момент. Это тогда, когда человек сеет землю, и у него есть вся вода. Вроде вся. Не только то, что он носит ведром, поливает, но и то, что льется снегом. То есть у него есть и дожди, и ручная поливка. То есть у него и то, и другое. На всех. То есть счастлив тот, кто сеет со всей водой. Мешалхэй, отсылающий регель ашор ногу быка де ахамор и осла. Кто такие отсылающие ногу быка и осла? Ну, по-простому говоря, люди, которые могут спокойно отсылать, выпускать на пастбище своих домашних животных. И это то, к чему придет дело во времена второго храма. То есть будут какие-то периоды времени, когда евреям будет очень хорошо на святой земле. И об этом идет речь. Теперь, совершенно неожиданную вещь, пишет Талмун, трактатель Бавакава в самом начале на эту тему. Мешалхэй регеля шарахамор отсылающие ногу осла и быка и осла. Что такое? Оказывается, говорится в Талмуде арба воднозеким, что есть четыре, как мы знаем, отца вида ущербов. Известнейшая Мешна, начинающая трактат Бавакава. И вот эти четыре вида ущербов, они включают в себя ашорба, абора, маме, эвер, шорб, бык, бор, яма, маме, это непонятно, что, есть мнение, что это зубы животных, а есть мнение, что это люди, которые вредят, а эвер, это огонь. Четыре группы ущербов. Что это за группы ущербов? Бык это тот, который, например, топчет. Регель. То есть, он живое существо, которое ничего плохого не хочет сделать. Но оно просто идет и само все топчет, ломает все. Не потому, что оно плохое хочет сделать. В отличие, например, от вреда, который называется рок, то есть, это когда домашнее животное специально кого-то там бодает, специально что-то разрушает. Значит, второй вид ущерба, бор, яма, когда этот ущерб никуда не идет, никуда не движется. Он стоит на одном месте, яма, в общественном владении. И туда падают люди, ломают ноги. То есть, это стационарный вид ущерба. Потом, маэ, это зуб, это, например, животное, которое никуда не идет, ничего не топчет. Оно просто съедает, оно получает удовольствие от жизни. И, например, вот оно съело ваши посевы, посевы, например, получил удовольствие. Чужой козел съел ваши посевы на огороде, получил удовольствие. То есть, это ущерб, который одновременно получает удовольствие. И, наконец, огонь, это ущерб, который абсолютно неживой, и, тем не менее, движется со страшной скоростью и наносит ущерб во все стороны. То есть, это вот виды ущерба. Так оказывается, что вот существует этот вот вид ущерба под названием «нога» учится из этого стиха пророка Ишиэма. Что оказывается? В Торе написано, что человек, который отослал разрушение, в прямом переводе, может быть, даже огонь, отослал огонь, и уничтожил чужое поле, он должен платить. Прямой текст. Главе Мишпатима. Известное место. Что такое он отослал? Отослал разрушение. Скажи просто. Сжег чужое поле платить. Что такое отослал разрушение? Оказывается, это такая сложная формулировка, которую надо учить, выучить из него, что слово «отослал» намекает на животное, которое идет. Топчет ногами. Потому что у пророка Ишиа, рядом со словом «отослал» Мишалхейрагеляшурмахамор написано, что отсылает ногу быков и ослов. То есть здесь тоже странная формулировка. Понимаете? Бычок оторвался и затоптал. Да. Отошел от стада и все затоптал. Так вот, тоже странно. И там странная формулировка, и здесь странно. Здесь почему-то, вместо того, чтобы написать, что просто будут хорошие пастбища без скаток в Святой Земле, написано, что счастливы те, которые отсылают ногу быка. Очень странно. Оказывается, на втором плане вот этот смысл. Так же, как в Торе написано, что человек отсылает какое-то разрушение, отсылает какой-то вред другим людям. Так же здесь написано, что люди отсылают ногу быка. Это что означает, что не уследил за своим животным. И оно пошло топтать. То есть, это очень-очень показательное место. Понимаете? Кто бы мог подумать, что где-то в недрах книги пророка Ишая, вот это вот такое вот, в этой книге, последний стих 32-й главы нужно сравнить с похожим на него стихом в Торе, в главе Мишпатим, где и там, и там написано, что кто-то кого-то послал, послал так послал. Эти послали разрушение, те послали быков. И оказывается, что вот эти оба отсылания, они связаны друг с другом. Мы это точно знаем благодаря тому, то есть, вот это совершенно пеноменальная вещь. Как изучаются вещи в законе? То есть, ты должен знать абсолютно всю традицию во всем. Каждое слово, где оно написано, и понимать, как вот это слово там, связано с вот этим словом здесь. Это совершенно, конечно, невероятный высший пилотаж, и это только вот толмудическая традиция может для нас с вами обеспечить. Буквально несколько слов мы с вами скажем сегодня про Адама и Хаву. Мы продолжаем, у нас есть маленький кусочек про Гориши. И остановились мы на этом страшном месте, где Хава-то, кида, дала плод Адаму. Мы с вами вспомнили Раш, что то, что было сделано первой женщиной, было сделано, как всегда, как обычно, как известно, из самых лучших соображений. То есть, она понимала, что ей предстоит умереть после того, как она съела плод, а Адам будет жить вечно. Причем, скорее всего, как мы сказали в прошлый раз, если бы она его не кормила плодом, ситуация была бы для нас вообще непонятна. Вот что бы было. Вопросы же потрясающие интересные. Вот она съела, а ему не дала. И что? Как дальше? Получается, что как бы вот жена, она согрешила, и она смертная. А муж, он не согрешил, он бессмертный. И что с этим делать? А дети какие будут? Вот отсюда-сюда они бессмертные, отсюда-сюда они смертные. Что вообще будет дальше? То есть, лихо раз, с первого взгляда. Если бы женщина съела и Адаму не дала, или, например, дала бы ему, она отказалась, и понял, что это не то, что-то, получилась бы ситуация, при которой в любом случае нужно было или сделать все человечество смертным, то есть, не простить Хаву за то, что она сделала, и все ее дети будут... Или, наоборот, уже простить Хаву и сделать все человечество бессмертным, то есть, не обратить внимание на первый грех. То есть, в принципе, этот грех, он называется Хэта Адам. Грех Адам. Везде. Это надо очень хорошо помнить. Хэт Хава. Нет такого выражения греха Хава. Естественно, хороший вопрос, почему это? Кто виноват? Извините. Например, Аурахай Макадош, один из великих наших комментариев. Змеевина. Спасибо. Спасибо. Главное, вовремя перекинуть вину на другого. Это сделала первая женщина. Точно как вы. Как вы понимаете? Настоящая женщина ведет себя очень правильно. Она всегда знает, что она не виновата, не она. Кто? Это уже вопрос номер три. Понимаете? Как это три? Два, один. Нет. А муж зачем? Главный вопрос, подождите, главный вопрос в том, что не она. Может быть, виноват муж. Может быть, виноваты родители мужа. Обязательно. Понимаете? Может, виноваты друзья мужа. Может быть, вообще какие-то посторонние люди, которых мы не знаем. Змей виноват. Господь Бог. Главное, что виновата не она. Это очень правильно, очень четкий, здоровый подход. Сразу выйти из-под удара. Хаба тоже. А на хаше шея не вылухали. Змей меня подговорил, если я змею виноват. Мгновенно. Ответ готов. Это понятно. Но, почему нет этого, вообще, такого понятия, не существует? Грех Хаба. Грех Адаму. Бедный Адам. Написано у Рахаима Кадош, что он был шогик, что он просто по ошибке. Он же не знал, что он ест. Есть у Рахаима Кадош, Абин Хаим Бенантар, великий наш комментатор, пишет, объясняет просто из пусового, что он вообще не знал, что он кушает. Да, потом он совершил ошибку, неправильно отреагировал. Вместо того, что сказать, я виноват, не разобрался, он на голову своей жены вылил всю эту, значит, грязную жидкость. И получилось, что он тоже с себя снял всякую ответственность и плохо очень отреагировал, и за это был наказан. Но в момент, когда он ел, казалось бы, он вообще, так это очень важный момент, надо понимать, что греха вы, отдельно взятый, он действительно не существует. Жена, которая совершает какую-то ошибку, и потом муж в этой ошибке не участвует. И муж готов эту ошибку исправлять. То есть не то, что они там вместе, гадят, а жена ошиблась, а муж потом как бы поправляет это дело, это как бы не называется настоящим грехом. Почему? Потому что муж и жена это же единое целое, это же один человек. Если, допустим, полчеловека с какой-то стороны, или с левой, или с правой, ну, жена находится как бы с левой стороны, начинает вот левая рука начинать тянуться, почему-то она вот это хватает. А правая рука потом делает там, то есть в принципе ничего страшного не произошло. То есть оно могло бы, если бы эти обе руки, вы знаете, мы говорили с вами в Хаббали есть такое потрясающее понятие я даю цаи средняя рука. То есть есть правая рука, левая рука и средняя рука. Что это средняя рука? Говорит Ализавет, тогда когда обе руки делают все вместе. То есть тогда когда и правая сторона, и левая сторона, и милости сут, они вместе работают. Рука руку моет, что называется. Это называется средняя рука. Здесь где-то. Третье глаз, Да, ну третий глаз это другой, третий глаз это у наших уважаемых дам. Это опять-таки другой разговор, да? То есть она такое знает, такое видит и такое чувствует, наша женщина еврейская, чего еврейский мужчина и то же не может почувствовать и понять. Даже можете представить, что это могло бы быть такое, да, что она может чувствовать. Но это отдельный разговор. Короче говоря, так смотри, если бы они вдвоем это делали, Адам и Хава, вот тогда это было бы грех. А если бы только она это сделала, то в принципе все было бы исправимо. Поэтому ее вот это логика, сучить обязательно ему этот плод, чтобы она обязательно его съела, она базировалась, казалось бы, на исключительно таком позитивном посыле, что ну вот я умру и он останется один бессмертный. А дети у них уже тогда были, да? Дети в этот момент, написано в Талмоге, уже родились. Но они же не ели, ведь все равно. Значит, да, то есть они не ели, но учитывая, что мир поменялся, вы понимаете, что произошло. Да, так короче говоря, кстати говоря, этот Талмогический подход, что дети у них уже тогда были, он правильный, но как бы не абсолютно обязательный, что можно учить бепшат, можно учить по простому смыслу, что дети родились потом. Но в Талмоге написано, что дети были, да, в тракте от Тесангедрин ясно написано, что дети были. Короче говоря, так или иначе, значит, получается, что это был самый, как бы, важный момент. Ему это дело в сучи. То есть она говорит, что вот он останется один, без меня он будет вечно страдать, будет вечно одинок в своем бессмертии, когда я умру, да, поэтому ему тоже не надо оставаться бессмертным. То есть, короче говоря, вот это вот, как мы говорили, момент передачи плода от жены к мужу, это момент убийства. Это, конечно, не сразу убийство, это не как Каин стучал-стучал по Гебели и в итоге тут умер. Это убийство, которое очень из-за досрочной перспективы, потому что бессмертие пропало, и человек стал смертным, то есть она его как бы убила, и этот момент происходит и называется хэта Адам, грехом Адама. Почему? Величайшую вещь, хотят нам сказать мудрецы, когда говорят, что это грех Адама, величайшей важности информации, что грех происходит окончательно, ну, цемент, так сказать, схватывается. Не тогда, когда реально человек согрешил, а тогда, когда он упустил возможность этот грех исправить. Понимаете, почему это? Потому что джуа, раскаяние, это что же такое? Это переводится как возвращение, то есть человек возвращается в ту точку, в которой он еще не был грешен. То есть у него есть вторая попытка, всегда есть, что у нас называется на местном вайбургском языке second chance, да? Вторая попытка, вторая возможность, всегда есть у человека. То есть он согрешил, да? Хаба взяла плод, дала Адаму. После этого происходит момент истины. Когда? Когда Бог говорит Адаму, А не от того ли дерево, которое я тебе приказал, чтобы ты его не ел, ты съел? Не от того ли? Ну, все все прекрасно знают. Зачем задается этот вопрос? Чтобы дать Адаму возможность раскаяния. Какого раскаяния? Я виноват? Это ты мне задаешь такие... Ты подсылаешь к ней змея. Змей ее обрабатывает. Она обрабатывает меня, всучила вот это вот. И теперь ты мне задаешь, а не от того ли? Это же просто безобразие. Но это просто хулиганство. На это невозможно спокойно отреагировать. Не от того ли? А кто мне эту жену подсунул? То есть это нормальная здоровая человеческая реакция. Но вам вариант был. То есть грех Адама мог не случиться. Если бы в этот момент он ответил по-другому, мы понимаем. То есть хотя бы мы с вами говорили неоднократно об этом, если бы он просто сказал бы да. От того ли дерево был момент по Ереве? Все. Даже может быть не нужно было сказать извини, пожалуйста. Может быть достаточно было бы просто сказать да. Просто признать. Потому что вы знаете, признание греха это, как вы понимаете, важнейший этап. То есть тогда, когда человек признает, что он сделал что-то не так, это уже великая победа. Потому что, как вы понимаете, без этого ни о каком раскаянии речи нет. Если человек не признал, что он совершил неправильный поступок, естественно, он никогда в нем не раскаялся. Поэтому это самый главный этап. Конечно, хорошо бы после того, как человек признал, еще постучать кулаком и сказать, я больше не буду, извини, пожалуйста, это хорошо. Но все-таки основная вещь была бы сделана, он бы хотя бы признал. А что, собственно, он должен был признавать? В чем он виноват? Мы с вами говорим. Тогда, когда Бог дает человеку женщину, нужно очень хорошо понимать, что существуют, так сказать, инструкции. Нужно правильно себя вести. С женщиной нужно вести себя так, как ведут себя именно с нею. То есть, 80% мужчин, ну, не присутствующих здесь, конечно, присутствующие здесь мужчины, очень опытные люди и делающие все правильно, но, я, конечно, имею в виду себя тоже, вот, но вот отсутствующие некоторые, не те, которые здесь. Отсутствующие 80%. Те 80%, да. Они совершают эту страшную ошибку. Они почему-то пытаются, в общем, всю жизнь, наступая на один и те же граммы, пытаясь пробить закрытую дверь к Богу, пытаются общаться с женщинами как бы с мужчинами, как с друзьями, как с приятелями со своими. То есть, они не учитывают вот эту тонкость, эмоциональность. Вот, вы знаете, в Талмуде написано, что женщина, она как бы другой этнос, как инопланетяне. То есть, это совершенно другое, что, надо иметь подход. А наш мужчина, очень часто, понимаете, он, вот, вот, как, если он разговаривался дружком, так он и с супругой пытается договориться. На таком же, понимаете, простом вот этом, если А, то Б, вот, включается такая, знаете, дебильная прямая логика. Если это, то это, если это, то то, а если то, то, а она ему на это отвечает. Почему ты на меня кричишь? Да? Это разговор слепого с глухим. Это абсолютно так. Я пытаюсь 25 минут. Но это на уровне высоких, на уровне пшат. На уровне пшат. Она может ответить, что сковородка, что ли? Валить ее надо было. Валить ее надо было. Валить ее надо было. Да, вместе с этим плодом валить, да. Понимаете, это другой разговор. Валить. Ее невозможно было, если она еще не съела плод, ее не завалишь, да. Нет, убить можно было, да. Убить можно любого. Не важно. Короче говоря, это отдельная история. Понимаете, вот в этом получается страшный миссандерстендинг. Полное взаимонепонимание, что очень часто для настоящей эмоциональной женщины важно не то, что человек говорит, а то, как он говорит, это естественно, да. То есть не в содержании твоей речи, а способ подачи. То есть если то же самое, вот это, если а, то б, то б, то б, то б, то, если все в этом было сказано просто по-другому, с другим эмоциональным настроем, с другим отношением, это все было бы прекрасно воспринято. Это может быть тоже не конкретно там, если а, то есть может быть это логика, но в любом случае это было бы доброжелательно воспринято и можно было бы договориться. Но тогда, когда ты пытаешься говорить вот этим жестким, четким, вот это вот, если так, то так, ты вообще понимаешь, что я кому говорю, реакция будет именно такая, скорее всего, если это настоящая женщина. Вы понимаете? Конечно, есть довольно много женщин, в последнее время они их прям развели в мире, да, которые реагируют как настоящие мужики. Такие интеллектуалки, которые, в общем, эмоции свои не показывают. И ты, когда с ней разговариваешь, как бизнесвумен, такое впечатление, что ты даже не с мужчиной разговариваешь, а с каким-то таким мужчиной в квадрате, каким-то страшным таким мужиком, который тебя прям скрутит и выкрутит и в узлы завяжет. Есть такие, да, то есть это бывает тоже, да, но я имею в виду все-таки изначально вот эту мягкость, женственность, как она была задумана и какая была, собственно, ухава. И, конечно же, мужчина, который не понимает, как подходить к даме, он называется Адам. Он называется человеком, который не уследил за своей женой, не понял, что может произойти, не понял, как надо вообще относиться к ней, как с ней надо строить отношения. Не разобрался. А это самое главное. Разобрался-то в этом, как строить отношения. И поэтому, конечно, все это называется именно хета Адам. Именно грехом Адам. И поэтому его вот этот вот возглас, Аиша Ашер, 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 Анатат Ивани, женщина, которую ты мне дал, она дала. Это абсолютно бесполезный разговор. Это абсолютно неправильная реакция. Кроме того, что это неблагодарность, как мудрецы говорят. Она просто неправильная. Что значит женщина, которую ты мне дал, она дала. Что такое она дала? Где был ты? Почему ты не создал такое положение дел, при котором женщина тебя неизвестно чем не будет кормить? Кто виноват в том, что жена неизвестно чем будет дрянью мужа кормить? Кто в этом виноват? Жена виновата? К сожалению, нет. Мужчина, как ответственный человек, как сказать, дающая силы в этом мире, он несет на себе эту всю ответственность. Как он поставил дом, как он поставил дела в доме, как он организовал жизнь, так она и идет. И что он будет теперь всех обвинять? Эти виноваты, те виноваты, Господь Бог мне подсунул. Та жена, которая находится рядом с человеком, это именно та женщина, которая должна быть рядом с ним. Та, которая поет. Это, так сказать, женщина, которая поет, женщина, которую доктор прописал. Именно ее. То есть нет такого, что жена должна, вот если была хупа, да, то есть если была хупа, если была еврейская свадьба кошерная, да, вот в этой ситуации сказать, что жена там сидит и думает, вот, я достойна лучшего, и муж сидит, я достойна лучшего, все неправильно. То есть тебе дали то, что должно быть рядом с тобой. Другое дело, что ты можешь этим неправильно пользоваться, ты можешь все завалить, ты можешь все сделать не так, как следует, ты можешь все разрушить в конце концов. Но сказать, что это вот, понимаете, как меня вот тут недавно обвинили. Вот вы неправильно сделали шедух, неправильно свели мальчика с девочкой, сказали мне, и у них брак распался из-за этого. Вы неправильно, что значит брак распался, 15 лет прошло на секунду, они прожили 15 лет, теперь я виноват в том, что я их поженил, у них дети, да, теперь они развелись, кто виноват, а виноват. Если бы хоть через 2 месяца развелись, а мальчик из-за вас 15 лет получился. О, 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 это то, что мне инкриминируется, он 15 лет страдал. Да, вы его неправильно, а там другая девочка тоже 10 лет страдала, через 10 лет они развелись, вы их познакомили. Мамино сердце, не знаю. Да, 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 ну что, смотрите, тут абсолютно невозможно защититься от подобных обвинений. Люди живут вместе. Не, ну написано же в контракте, гарантия на 6 месяцев только. Я начинаю спрашивать, где у нас в Ктубе написано, что гарантия... С другой стороны, маленькими буквами. Да, 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 как-то я вот до сих пор не разглядел, 25 лет женю евреев, и до сих пор не разглядел, что гарантия... Это надо иметь такую печать, а ставить сзади. Да, специально, гарантия 6 месяцев. Слушайте, это прекрасная идея. Я даю только прекрасную идею. После этого... Вот соли, говорят, это 3 месяца. После того, как они, значит, разводятся через 4 месяца, тогда равинов просто будут закапывать живем в землю. Да, если я дал гарантию на 6 месяцев, они разделились через 4. То есть нужно давать гарантию на 5 часов. Нет, нам всегда вопрос... На 3 месяца. Нет, точка отсчета 6 месяцев. Ну, ну, да, да. То есть сейчас, когда они будут бежать за мной с лопатой, я буду кричать, что неправильно выбрана точка отсчета. В общем, ситуация... Вот это то, о чем мы говорим. Что организация еврейской жизни в семье, это, конечно, тяжелейшая работа. Вообще в любой семье, не только в еврейской, это тяжелейшая работа. И надо все время помнить о том, что никто нам не виноват. Мы сами являемся в этом отношении кузнецами своего счастья. Всегда надо, чтобы, как это говорится, Ленин с нами. Рэбби с нами. Да, Рэбби, да. Рэбби с нами, да. То есть это очень важный момент. То есть тогда, когда люди советуются с Равином, они имеют счастливую возможность перекладывать на его плечи часть ответственности. Это прекрасно. И мы всегда так делаем. И я так делаю, и вы так делаете, барокаша. Но все-таки сказать, что вообще во всем, что происходит в моей семье, виноват Равин, это может быть небольшое привлечение. В вашей семье да. Да. В моей семье абсолютно согласен с вами. Во всем, что в ней происходит, виноват Равин. Все. А все. Да. Но я имею в виду, что это было бы неправильно, если бы я сказал, что виноват Равин, мой Рэб, да, виноват во всем, что у меня происходит в семье. Конечно, нет. Хотя я, конечно, с ним советовался. И периодически моя жена там припоминает моему Рэбби, что он там тогда нам запретил и тогда нам запретил и тогда сказал. А потом, вот помнишь, 25 лет назад он сказал, я ничего, конечно, этого не помню. Но супруга у меня прям, все как в аптеке, все записано у него на подкорке. Но, конечно, целиком сбрасывать ответственность на Равинов мы, увы, не можем. На этой оптимистической ноте мы с вами прерываемся сегодня и будем дальше работать.